Радио Болтком Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе Академия Здоровья на Радио Болтком. Что же, еще раз говорим всем доброе утро. Здравствуйте, все слушатели Радио Болтком, это программа Академия Здоровья. С нами на прямой связи эксперт по качеству питьевой воды СИА Акватор Евгений Данко. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Добрый день, добрый день, Олег. Здравствуйте. Как, кстати, слышно меня? Хорошо? Да, отлично слышно. Отлично. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Утро у нас на самом деле доброе. Если, конечно, открыть наши латвийские агентства новостей, таблоиды, то, в принципе, понимаешь, что вот профессор Преображенский, помните, да, «Собачье сердце» Булгаков, несобменное произведение, был прав. Вот там, правда, было про советские газеты, но, я думаю, можно перефразировать. Не открывайте с утра, не читайте ни газет, ни новостей. Почему? Ну, наверное, лучше провести эти 10, 15, 20 минут свободного времени, ну, кроме тех, у кого на изоляции времени, я понимаю, бывает. Очень много в общении с семьей. Ну, вот как спалось, да, что во сне видел. В реальности сон, рассказанный ребенком, будет для вас более позитивным зарядом на весь день, чем любые новости из нашего инфопространства. Ну, не могу не согласиться, потому что, когда читаешь о количестве заболевших ковидом, о том, что больницы не справляются уже с потоком больных, и тем, что люди, ну, действительно впадают в депрессию, и страшно боятся уже всего, что происходит, и, ну, нагнетается, конечно, и локдауном все, то, что невозможно выйти из дома по вечерам, нет никаких развлечений, то есть, ну, все как-то, новостей хороших очень мало, скажем, мягко. Хотя, если вспомнить те советские времена, когда, в принципе, развлечений было немного, Олег, вспомните, у нас мультик показывали, ну, для меня ребенка было очень важно посмотреть мультики, да, «Спокойной ночи, малыши», 8.00, и у тебя есть выбор, вот поиграть за гаражами там со старшими парнями, да, костер пожечь, там, патроны, нашедшие в лесу где-нибудь, у нас, ну, на «Дзирцема», знаете, там дальше «Дзирцема-117», лес, вот «Илгуцемус», стояла всегда ПВО такая часть, и песчаная почва, шли бои, окопы, место такое интересное, всегда что находили, что кинуть в костер. И вот либо «Спокойной ночи, малыши», «Хрюшу» со степашки смотреть, вот этот практически единственный мультик за день, который показывали по телевидению, либо все-таки посмотреть, бабахнут патроны или нет. Вот, ну, как вы думаете, что я выбирал, мультик или костер? 50 на 50, хотелось и там немножко поучаствовать, и здесь. Стресс, да, вы абсолютно правы, стресс губит все. Но от стресса также возникает, кроме плохого настроения, большое количество заболеваний, и тот человек, который, казалось бы, вот смотришь, сатурация там 97, вроде все хорошо, да, все нормально, но человек ушел, человек похоронили. Один, второй, третий. А когда, например, смотришь, просто пример из личной жизни, да, из города Рига, тот же, например, Чекуркаунс, твой отец, и смотришь, когда сатурация там 50 с копейками, но есть человек рядом, да, ну, бывает же так, что люди заболевают. Бывает так, что заболевают резко. Если 9 общих наркозов человек перенес пару-тройку лет назад, понимаете, это сильно подрывает здоровье, ну, всякое бывает. Вот упал с третьего этажа, что сделать, да, когда пересадку ткани делают с одного места на другое, без общих наркозов не обойтись. А тут еще и приехал ковид. Здравствуйте, не ждали. Ну, что с такой бякой делать? Когда есть рядом человек, когда те же кислородные баллоны можно заказать на дом, ну, запас вот этот сделать, да, на две недели. Поймите правильно, деньги – ничто. Да, последние отложенные на похороны взяли, заплатили, достали. Жить-то хочется здесь и сейчас. И вот моя сестра, она что делала? Она делала ежедневную с отцом гимнастику, дыхательную, эти простые, абсолютно понятные упражнения, без которых легкие не дышат. Вы что думаете? Вас положат в реанимацию, и с вами там будут делать гимнастики и заниматься, да? Видели ли вы когда-нибудь протертые носы от массы кислородных, протертые до кости? Я видел на похоронах у живых людей, которые с реанимации вышли, охоронили как раз тех, которые оттуда не выбрались. Ковид есть, ковид есть, я им сам болел, да, у меня и в моей семье обошлось-то легко. Практически коронавирус за три дня, как легкий насморк, о чем мы рассказывали в наших программах, вы тоже можете не бояться, тоже можете не испытывать страх, но позаботиться вы всегда, да, в первую очередь, должны у своих близких сами, как о себе. Да, наступает момент, когда человек не может заботиться. Это как мастер маникюра, сам себе маникюр сделать, говорят, не может, да? То есть, ну, сапожник без сапог, нужно идти куда-то. Так и здесь, с отцом все в порядке. Оказалось, показатели такие, что краши в гроб кладут, да? Да, но когда есть человек, который обеспечивает уход, ежедневный уход, да, то из сатурации 57% мы возвращаемся в мир живых. А когда всем на тебя наплевать, ухода нету, ну, по большому счету, да, с потоком не справляются, каталки некому возить. Ну, армию привлеките для чего-то, она есть, да. Возьмите, ребят, в эти маскалаты, в этой химзащиты, сколько денег за 30 лет последний потрачено. Давайте, привлекайте конкретно в больницы, не по улицам ходить, стрелять и играть. Бред собачий этим летом увидел. Каталки возить, каталки давайте, деньги платятся бюджетные. Но кто нас услышит из власти придержащих? Если услышали, нет, уже вот идут разговоры, что сейчас все-таки будут привлекать. Так делать надо, делать надо, ребята, делать надо до. Не во время и не после, а до того как. Так, ведь если организм, если вам наплевать на свой организм, точно так же наплевательски, как иногда правительство относится в некоторых странах к своему народу, я не буду показывать пальцем, знаете, иногда, говорят, лучше в зеркало подойти на себя посмотреть. Да, я тоже когда-то не заботился о себе, не любил себя, относился полностью наплевательски, считая, ну, там, Бог дал, судьба нарисовала и прочее, и прочее. Ну, вот судьба нарисовала в 2005 году морг реанимации о смерти. А вы понимаете, жить хочется, реально хочется жить, реально хочется увидеть, что будет дальше. Если мы, заботясь о себе заранее, или даже в трудный час, когда пришла суровая действительность, мы в состоянии взять и полюбить свой организм, дать ему то, в чем он нуждается, тот самый кислород, ребята, но он есть в воде. Поймите правильно, я сейчас не рекламную программу веду, очень тяжелая ситуация. Я когда-то доктору, врачу Страдонинской больницы, заведующий пульмонологией, да, то есть дыхание легкие, понимаете, человек должен понимать, как бы, важность той же самой воды, про которую говорят гастроэнтрологи. Шесть лет пытался доказать, что дважды кипяченую воду пить нельзя, и только когда случился у человека сахарный диабет, раздался звонок, ну, расскажи, как там твою щелочную топить, что-то мне совсем плохо, я говорю, что такое? Ну, диабет диагностировали, здравствуй, инсулин. Так вот, даже из диабета можно вылезти. Можно вылезти, по крайней мере, по медицинским показателям, по анализам, нет ничего проще. Ну, хорошо, когда их можно сдать. Но у диабетиков есть, я знаю точно, знаете, пик-пик-пик, гликометр. Мне им в реанимации все пальцы искололи, потому что когда некрактический панкреатит, тогда сразу здравствуй, сахарный диабет. Доктора понимают, одно без другого не бывает. И когда я говорю, что я живу без сахарного диабета, не шпигуюсь инсулином три раза в день, говорят, вы врете, это невозможно, покажите ваши выписки, ну, мы должны это видеть, потому что такого не бывает. Такое бывает. Бывает еще и не такое, когда рядом неравнодушные люди, когда людям на тебя не наплевать. Мне повезло когда-то, просто людям было не наплевать, и доктору было не наплевать, поставил интересный эксперимент. Но тогда не было такой ситуации, как сейчас. Хотя тоже мест в реанимации не хватало. И когда я узнал, что в месяц только 30 человек в третьем отделении больницы страдания уходит на тот свет, по причине отсутствия мест в реанимации, а деньги на замок там этот концертный у нас есть, и что там еще другие проекты, да, вот для меня было многое непонятно. Я врачей спросил, я говорю, а как ваша совесть? Ну, как совесть? Вот у вас чиста вообще? Как вы спите? Говорит, а мы, когда причину смерти описываем, мы эту строчку вставляем. Отсутствие мест в реанимации. Мобильные процедуры были произведены, стационарных мест нет, сори. Это что думаете, кто-то нас слышит или кому-то есть до этого дела? Так вот, когда мы начинаем заботиться о своем здоровье, выясняется, что то, что главнее всего, всегда было у нас перед носом. Мы просто этого никогда не видели. Я зашел как-то недавно в один магазин, высокий, технологичный, продвинутый, ну, те гаджеты, через которые мы с вами разговариваем, да, очень умные мальчики в техподдержке. Мне приятно было, как технологу, с ними пообщаться. И вот один говорит, вы знаете, давление мучает, голова болит. Я говорю, а представьте себе школьника в пятом классе с давлением 210 на 111, бредучего к маме в поликлинику, потому что медсестра ему в школе не верит. Говорит, да такое не бывает. Я говорю, как не бывает? Бывает, это я перед вами стою, только до сих пор еще живой, потому что за свое здоровье у меня получилось взяться. Люди хорошие помогли, подсказали. Не только доктора, те же самые спортсмены, да, которые меня познакомили с этой ионизированной щелочной водой, вот те самые, которые считают очень глупыми людьми, качки, Олег, понимаете, да, бодибилдеры, которые этот протеин кушают ложками, который сделан из жмыха от отжима стемечек. Я говорю, вы лучше масло пейте, то, которое выдавливали, зачем вы этот жмых кушаете? Или кушаете рыбу, настоящую мясо? То есть, ну, в банках нет ничего полезного, это все химия и прочее. Но вот именно они меня навели на ионизированную щелочную воду, с помощью которой я не только миновал сахарный диабет, у меня его нет вообще, хотя он должен был быть вот просто как 100% положенный. После панкрея некроза другого не бывает. Я и таблетки больше не пью уже сколько лет как. Я свой организм от того, что немцы в бабушкином возрасте, пятилетнем в концлагере там ей оставили, наследственное заболевание, профессор Овликов, 29-е отделение страдания, диагностировал гипертриглицеридемия, говорит, очень редкое заболевание, до 25-ти обычно доживая, говорит, дальше нет. Вот такой вы интересный пациент. Профессор не видел другого пути, кроме как есть фенофибраты, разжижающие кровь, ну, когда густота в 10, в 20 раз превышает допустимую, хотя зимой мог выспаться в бушлате на снегу в армейское время и не замерзнуть. Тут такая густая жирная кровь. Может, на самом деле немцы готовили солдат для 3-го, 4-го рейха, которые способны выдержать русские морозы. Но оказалось, что победить невозможно, и здесь не только мороз был тому причиной, сила духа человеческого. Вот когда слышишь эту историю, говорит, бредем мы обратно в сторону своей деревни из немецкого плена, их когда-то вывозили, когда фронт приближался. Говорит, помню только лошадь на что-то наступила, большой взрыв, стою в руке кусок телеги у пятилетнего ребенка. Говорит, вот так я запомнила войну. Сила духа, которая позволяет людям жить, позволяет жить несмотря ни на что, позволяет говорить, рассказывать. Как когда-то мне рассказали про ионизированную человечную воду, про живую воду, основной момент. Это то, что разжижает кровь, лучше любого лекарства. Поверьте мне. Потому что нету побочного эффекта. Понимаете, про что я говорю? То есть от ионизированной, щелочной, живой воды побочки нету. Пейте, сколько влезет. Но вы же себя не будете заливать с пятилитровыми бочками, да? Хотя в реанимации мне так и приходилось делать. Но у меня дренаж стоял. Доктор сказал, ничего плохого. Говорит, нормально. Говорит, мы им кровь чистим гемодиализом, а пусть он еще и желудок промывает рассознание. Но вот так получилось. Работа сообща. Вода тоже оказала свое благотворное влияние еще там, на границе жизни и смерти. Но то, что я смогу жить без лекарств благодаря, казалось бы, какой-то простой воде, да? И когда я вот этому человеку, молодому, ну, лет 20-22, объяснил просто на пальцах техническое значение этой жидкости в организме, все, что он сделал, говорит, господи, говорит, ну, это же так очевидно. А почему, говорит, а почему? Об этом нигде не говорят. Вот, говорит, вы просто показали мне то, что всегда было перед носом. Я, говорит, не понимал, как не избавиться от своих головных болей. Я говорю, ну, побольше еще вот этой кулы пейте. То, что сгущает организм вместе с кофе, да? Говорит, ну, да, я без кофе не могу. Я, получается, на него подсел 8-10 раз в день пью. Я говорю, вы технически пьете обезвоживающую жидкость. 200 выпиваете, 220 в мочевой пузырёх уходит. 9 раз за день в течение своего рабочего дня. А как вы должны себя чувствовать? Почему вы вообще здесь еще стоите на своих двоих? Вы уже, в принципе, на каталке должны где-то лежать. Но организм, он сильный человеческий. Он способен приспособиться выжить в экстремальных условиях, иначе в космос полеты были бы, я думаю, невозможны. Но какой ценой? Какой ценой? Две-три недели, месяц в реанимации, кашля, раздирающий легкие горла, либо просто как насморк за три дня. Вот так можно переболеть тем же самым коронавирусом. Пожалуйста. Но выбор всегда за вами. Волшебные таблетки не существуют. Братья-литовцы, которые рядом. Вспомните тот самый Балтийский путь, когда мы думали, что мы все едины, да? Одна Прибалтика, одна страна. Сейчас возьмемся вместе, и за три года будем жить лучше, чем в Швейцарии. Ну, так я помню, мне, по крайней мере, так обещали. Ничего не сделали. Потом литовцы железную дорогу разобрали даже в нашу сторону. Да, чтобы не доехали до них. Но я помню, еще и в советское время я ездил в Зарасай за продуктами. В Риге шаром покати, на Ленина ничего не найти. Обуви, две модели, макосины, как у Марта Джексона, и фабрики староход, военные ботинки. Это вот напротив ФЭФ там обувной магазин был. Куда приезжаешь? В какой-нибудь литовский захуталый городок Зарасай 6-8-10 видов обуви. Не только для школы. Да, батя, цеба там, и поехали в вся эта восточная, полузападная Европа. Почему-то у соседей всегда было достаточно. И еды, и обуви, и одежды. Как-то вот они старались, начали для себя. Так вот, производства в Литве сохранились. Пусть не такого объема, как тот же самый ВЭФ, да, но наш завод Бурболюкас входит в десятку крупнейших производителей и налогоплательщиков Литвы. То есть можно предположить смело, что хотя бы 9 заводов еще, кроме нашего, есть. Это показывает то, что не только сохранили советское наследие, то, что было открыто когда-то в 80-х годах, появилось в аптеках. Аналит нейтральный АНК, вот этот, убивающий вирусы, грибки, бактерии, самый лучший дезинфектант, который только придумывало человечество. Посмотрите, он, Панасоник продает ионизаторы воды, ничем не хуже наших. Продается сейчас и в России. То есть официально и в аптеке, и в магазинах хозяйственного, бытового применения, где антисептики. Аналит нейтральный АНК, ионизаторы проточные. Ну, цена просто неподъемная, реакторного типа по 40 тысяч евро используется в больницах для того же самого приготовления аналита. Да, там либо высокощелочная, щелочная вода, либо кислотная. Я могу вам открыть совершенно тайну Полишенеля. Израиль здесь покупает с нашего эстонского филиала те же самые реакторы, для чего прачечные в Израиле. Работают не на стиральном порошке, а на высокощелочной воде. Там, где вода дороже золота, а она уже давно дороже нефти, да, там, где вода дороже еще и золота, там очень берегут окружающую среду. И вот как в Таиланде, как в Америке, стиральных машин дома нет, поймите правильно, прачечные, общественные. Ну, кто-то там был, тот знает. Очень многие работают на наших реакторах. То есть мы то самое производство, которое в лихую годину дает вам настоящее оружие, настоящий инструмент против вирусов в том числе. Вот этот уникальный патент вы можете увидеть в интернете, акватор.лв откройте, акватор.су, не знаю, российский откройте. На акватор.лв также на русском языке все написано, просто на акватор.су сертификатов больше, научные исследования, журнал «Ланцет», да, в том числе. Оригинальная фотография и перевод на русский язык. Почитайте, что пишет медицина про эту воду. Не просто бабушка сказала, что у нее изжога прошла и больше в туалет, да, нет необходимости слабительное пить. Да, запоры тоже проходят. И расстройство желудка проходит, когда люди не могут, наоборот, с обратным эффектом, живут всю жизнь и страдают от этого. Пищеварение нормализуется у любого человека в течение недели. Неважно, сколько лет вы этим страдали, хоть всю жизнь. Вы можете жить нормально, начать прямо сейчас. Но дело даже не в этом. Дело в том, что есть люди, которые гарантируют результат, по крайней мере, то, что прибор настоящий выдает ту самую живую, мертвую, серебряную воду, в данном случае в патенте Виталта Скриове. И Витальд Михайлович Бахер можно открыть, посмотреть, среди сертификатов найдете. Это те самые люди, которые совершили когда-то это открытие, понимаете? То есть где еще, из чьих рук взять помощь, как из тех же самых, которые стояли у истоков этого, понимаете, да? То есть тот самый завод, он сохранился. Есть те самые люди, которые, и они рядом с нами. Они рядом с нами на расстоянии буквально вытянутой руки. Сколько от Риги примерно по Невежесу у нас там? 200 километров, да? Но не локдаун, можно заехать, посмотреть Пушалота, ГАТВ 76. Вот он завод, вот оно настоящее производство, вот они цеха, вот они те самые мощности, на которых когда-то делали телевизоры шлялись. То есть завод расширился, он реально продает более чем 40 стран мира. И продукция сейчас востребована как никакая. Почему? Да потому что не только можно нормализовать сахар в крови, давление привести в норму, да, пищеварение, основные моменты человеческого организма, функционала. Можно не кашлять. Есть небулайзер у любого человека, сейчас семья, я знаю, точно есть, стоит недорого. Куда вы можете налить не лазалван, а ту же самую кислотную воду, серебряную, концентрированную. И сделать себе ингаляции, проверить на себе результат, ну, минуты от 3 до 15. Это вашего времени, все, что вам нужно. И я понимаю, что подчас очень трудно, да, сделать правильный выбор. Но здесь выбор ваш вас не подведет. Как его сделал когда-то я со всем своим скепсисом, со всем своим недоверием, потому что я всегда помню, что продавалось у нас обычно, что рекламировалось в городе, да. То, что невозможно продать человеку на ощупь в магазине, потому что он подойдет, пощупает и поймет, что вот это вот то самое на букву Г, да. Обычно это всегда где-то там про это говорят или в телевизоре красивую картинку показывают. Но оказалось, что я не прав, да. Я не прав. И когда я услышал рекламу про ионизаторы воды когда-то, да, на латвийском радиопике, я тоже решил, что это, а, ну бабушкам, старичкам рассказывают, да, лапшу на уши вешают. О том, что это решит проблемы мои, моей семьи, да, то есть нормализуется пищеварение моего ребенка. Я прекращу кушать лекарства горстями и буду жить как нормальный человек, и раз в три месяца необязательно ждать скорую помощь, которая отвезет тебя в тот же самый приемный покой, где снимут эти почечные колики. Очень страшно болит, когда, ну, не хочу рассказывать, больно. Это все пришло в норму, да. Понимаете, Олег, то есть, говорите. Да, Евгений, а вот смотрите, ведь мы все время говорим, что пить воду, пить воду, но только ли воду, вот можно ли на ней заваривать чаи, готовить супы, ну, то есть вот мы говорим, может быть, ну, может быть, многие люди думают, что это только холодная вода, которую нужно пить на протяжении дня. Нет, здесь спектр очень широкий. Я предлагаю вообще запишите телефон, есть телефон нашей горячей линии, он бесплатный для всех жителей Латвии, да, позвоните 6-222-22-44, 6-222-22-44, там вы найдете ответы на все вопросы, работают специалисты, есть тем более у нас настоящие врачи, также в технической поддержке. Это не только телефон для консультации, это ваши любые вопросы в течение рабочего дня. 6-222-22-44, либо запишите мобильный 257-800-48, 257-800-48, если вдруг линии заняты, не можете дозвониться, вам еще один телефон в поддержку. Да, можно готовить не только чай и суп, не только, скажем, сделать очень хороший бульон восстанавливающий, сами знаете, у рецепта, скорее всего, да, это один цыпленок, две морковки, одна луковица, два литра ионизированной щелочной воды PH 9,5 и самый маленький огонь, который вы только можете включить на своей плите. Закипать будет долго, час, может быть, полтора, прокипит минут 20, ну, прошевелится жидкость, как я ее называю, и у вас в руках будет тоже, ну, может быть, не оружие, но очень хорошая техническая помощь. Тот самый бульон, который сделан на низкой температуре, долго варится, да, вытяжка, экстрактивные способности вот этой ионизированной щелочной воды, плюс долгое время приготовления, стакан-два, человек встает на ноги и идет. Я такой бульон привозил когда-то в Ленезерс тоже своим родственникам, когда, в принципе, проблема была в том, что нету сил, да, нету сил ниоткуда взять. Приготовленный таким образом бульон помогает человеку встать на ноги, ведь не зря говорят, что почему именно больных бульонами выпаивают, да. Если мы говорим про настойку, настойку, вытяжку, медуница, зверобой, чабрец там, не знаю, иван-чай тот же, двойной ферментации, или простой вами собранный в этом году ферментированный, вы заливаете некипяченый, свежеприготовленный по H9,5, 2-3 часа в темном месте стеклянная тара настаиваете, потом подогреваете на водяной бане, у вас сохранились все фитоциды, полностью все, вы не кипятком заливали, да, вы подогрили на водяной бане, вы сохранили минусовой заряд, ну, до 36, до 40 градусов примерно, чтобы было комфортно пить, особенно если горло болит. Вы сохранили кислород, поверхностное натяжение, PH, то есть все абсолютно показатели есть, и это примерно как на охоте выстрел дуплетом, знаете, из двух столов сразу. Шансов у болезни нет, просто можете сделать, это в ваших силах, я думаю, что травяные сборы найдутся в каждой семье. Да, сейчас на ЦСУ-15 не приехать, локдаун не добраться, в наше торговое представительство, оно по-прежнему там, оно функционирует, хоть и в закрытом режиме, то есть приборы доставляются, отгружаются, и мы, как и любые нормальные люди с человеческим подходом, идем сегодня вам навстречу. Сегодня на Акватор Вива и на Акватор Сильвер, на два наших топовых прибора, скидка для вас 100 евро. Это достаточно серьезное заявление с нашей стороны, да, но это для того, чтобы вы были здоровы, перестали испытывать стресс, перестали испытывать тревогу, для того, чтобы вы получили реальную помощь здесь и сейчас. Повторюсь, для серебра абсолютно все равно, какой вирус, как он называется, кто его придумал. Собрали люди, возник он спонтанно, так сказать, по воле природы. У вирусов резистентности к серебру нет, не выработалось за миллионы лет. И китайцы с американцами прикрутить тоже не могли. Ну, там либо те, либо те, да, то есть то, что из Уханя вылетел, из летучей мыши, можно в это верить, в летучую мышь можно, нет. Но серебро работает со всеми вирусами без исключения. Посеребрив свою ионизированную щелочную воду, вы получаете в руки то самое оружие, которое поможет вам и решить в момент, да, этот вопрос прямо сейчас и обезопасить себя на будущее. Делать прививку, не делать, это дело ваше. Здесь я не советчик, не помощник, я переболел этим заболеванием, я проверяюсь регулярно, то есть когда я встречаю носителя данной инфекции, данного вируса, у меня антитела повышаются, да, если вокруг здоровые люди, они приходят, опять же, в дорогу, они все время высокими быть не должны. Ну, ладно, мне, может быть, повезло, у меня мама врач, и говорят, да, муж врача, сын врача, да, с одной стороны падают вроде все грехи, которые врачи совершили, у каждого доктора есть свое маленькое кладбище, доктора это знают, все учатся на ошибках, все зарабатывают опыт, но я вот на своем опыте, выбравшись с того света, с могилы, начав жить здоровой жизнью, и даже в этот период, да, в этот момент, когда, ну, здоровые люди уходят, не спасают ничто, я точно знаю, как технолог, как профессионал человеческого организма, я точно знаю, чем его кормить, так вот, вода, живая вода, та, что дает жизнь, та, что восстанавливает на клеточном уровне, это дар природы, им невозможно навредить, им можно спасти человека, спасти, вытащить из ямы, вытащить из могилы фактически, можно сделать так, что человек прекращает болеть, как прекратили болеть мои дети, как только я им стал серебрить свою питьевую воду, и этот, как у меня супруга говорила, военно-полевой госпиталь на выезде прекратился, да, мы перестали использовать спреи, дыхалки, и все это, все, я просто это выкинул, выкинул в одно место и больше не вспоминал про это. У вас в руках настоящий инструмент, который разработали настоящие люди. Я предлагаю вам просто им воспользоваться. Здесь и сейчас настало то время, когда слова бессмысленны, нужно действовать, понимаете, действовать, брать в руки свое здоровье, брать в руки ответственность за свое здоровье. Да, мы разделяем ее с вами. Я, как и коллектив завода, гарантирую вам, что это сработает точно так же с вами, как сработало со мной, с моей семьей. Гарантия два года на все наши приборы говорит о том, что вам не о чем беспокоиться вообще. То есть даже если наковальня сверху упадет, ничего не случится, мы все починим, все поменяем. Работают они ближайшие 15 лет, точно другой инизатор воды не понадобится. Абсолютная инертность, платино, напыление, все как надо, все настоящее. А самое главное, работает сразу. Тот самый аналит, все, что можно сказать, но он не зря когда-то появился в советских аптеках и держался там до развала страны до 1991 года. И появился снова сейчас в России. Почему лучше оружие в борьбе с вирусами, грибками и микробами человечество до сих пор еще не придумало? Он убивает их практически на 99,99%. Ну, по радио нельзя сказать на 100, да? У нас антиреклама заругает. Но если это опять вернулось, понимаете, да, что в занятии года ничего лучше сделать не смогли. В каждой семье в Израиле знают, что такое незеронная человечная вода. Точно так же, как знают это в Японии. Точно так же, как знают это в Корее, в Таиланде, в конце концов. Ну, кто-то же из вас, ребята, латыши, русские, вспомните. Был же в той же там Паттаеда, Бангкоке, Пхукете. Вспомните, на каждом углу стоят эти аппараты. Пятилитровочку раз, 4 бата кинул. И для нас франгов по-английски написано сверху, над тайскими вот этими вензелями. Осмос плюс минерал плюс ионник. Та самая советская система, которая из любой непитьевой воды, даже в самых страшных условиях, позволяла сделать родниковую, ионизированную щелочную. Ну, там она просто в Южной Азии очищается, минерализируется, и проточная ионизация. Когда все щелочные элементы в ионной форме, минусовой заряд, пусть там нельзя в этом аппарате сделать кислотную и серебряную, но та самая живая вода для всех на каждом углу, круглосуточно, вот это наша программа. К этим аппаратам мы идем, и я надеюсь, что в моем родном городе Рига такие появятся, что у каждого человека будет возможность всегда выйти на улицу свободно и набрать той же самой живой воды, даже если у него дома не стоит этот ионизатор. А сегодня у вас уникальная возможность получить его прямо сейчас с бесконтактной доставкой, она тоже будет бесплатная, в подарок от себя. Каждому я подарю еще комплект мембран, стоимостью 29 евро, это 10 штук, хватит на ближайшие 20-30 месяцев. И напомню, что скидка 100 евро, то есть не 439 евро за Вива, 339. Даже приехав на завод, пробравшись правдой и неправдой, сделав QR-код, вы этой ценой не получите, потому что это и есть подарок заводчан вам, жителям Латвии сегодня. Сильвер можно взять за 259, также скидка 100 евро работает, мембраны пойдут в подарок к обоим моделям, доставка, повторюсь, бесплатная, бесконтактная. Все, что вас отделяет от настоящей жизни, без боли, без страданий, без болезней, это просто возможность нажать кнопки в телефоне. А цифры я вам сейчас скажу. 6-222-22-44, 6-222-22-44, звоните прямо сейчас, вот прямо сейчас во время нашего эфира, причем я смотрю, да, звонки пошли. В любом случае вам перезвонят, не беспокойтесь, даже если линия занята, наши специалисты вам перезвонят. Беспокоиться не надо. Стресс, он остался до этого эфира. Теперь у вас начинается новая жизнь. 6-222-22-44, будьте здоровы, будьте счастливы, Олег, и будьте свободны. Спасибо, эксперт по качеству питьевой воды, Сиакватуры. Евгений Данко был с нами на прямой связи, Академия здоровья. Всем здоровья, удачи, хорошего дня, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова